И продолжаем мы как раз об экономических проблемах Украины говорить. Вот будут ли они обсуждаться в парламенте в ближайшие месяцы, зависит во многом от Международного валютного фонда. Хотя украинские чиновники и уверяют, что там уже все решено, и четвертый транш вот-вот поступит, этого миллиарда долларов Украине не хватит даже для возврата долгов. Все тому же фонду в текущем году, а в ближайшие два года, по оценке замглавы Национального банка Олега Чурия, Украине придется выплатить по внешнему долгу еще больше 12 миллиардов долларов. И вопрос о том, где брать еще и эти деньги, станет главным в украинской политике. Тем более, если следующий транш МВФ будет задерживать так же, как и этот четвертый. И если посмотреть с такой точки зрения на финансовые перспективы страны, вполне можно понять, почему в фонде взяли очередную паузу по четвертому траншу для оценки тех рисков, которые несет блокада на Донбассе. Суммы возможных убытков уже не первый месяц звучат самые разные. Одни политики говорят, что Украина может потерять чуть ли не треть экономики. Другие успокаивают, что все далеко не так страшно, мол, потеряем всего-то несколько десятков миллиардов гривен. На этой неделе появились первые официальные оценки потерь от блокады. Информация от Минфина и Нацбанка в нашей короткой справке. Заблокированный блокадой обещанный транш МВФ снова ускользает. Ведь прежде чем получить долгожданные деньги, украинское правительство должно посчитать убытки и предоставить данные фонду. Как страна будет адаптировать экономику к новым блокадным реалиям. Еще в феврале в правительстве говорили о потерях 3,5 миллиардов долларов. Сейчас снижение ВВП прогнозируют от 1 до 2,5 процентов. А это значит, что в казну не поступит от 25 до 40 миллиардов гривен. Разорванные производственные цепочки бьют по украинскому экспорту. В результате Украина недополучит почти 2 миллиарда долларов. Почти на миллиард зеленых может сократиться и импорт. К тому же государство ничего не получит из предприятий, которые забрали боевики World Law. В фискальной службе уже делают прогнозы об убытках в 10 миллиардов гривен. Кроме того, блокада повлияет и на курс доллара. И хотя в НБУ уже говорят, колебания будут незначительными, но прогнозы экспертов менее оптимистичны. До конца года доллар в обменниках перевалит за 30 гривен. Дальше эффект домино. Нестабильная гривня повлияет на расходную часть бюджета. А еще повысят цены практически на все линейки товаров. Все эти цифры пока ориентировочны. Но уже понятно, что правительству придется искать альтернативные источники дохода, чтобы закрыть финансовую брешь от блокады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова